Здравствуйте! Вы смотрите тележурнал «Город для людей». Меня зовут Антон Кузнецов. Сегодня в выпуске. Зима началась, большой снег не за горами. Чем и как будут очищать городские улицы? Бесплатные катки для массовых катаний во всех районах города. Исследование общественных пространств микрорайона Тастак. Чего Алматы производит больше – хлеба или шоколада? Пешком с актером Азизом Бишиналиевым. По предварительным прогнозам, серьезная зима придет в Алматы ближе к концу года. Синоптики говорят о бобильных снегопадах и ночных морозах до минус 25. И то, и другое грозит парализовать движения на улицах города. О готовности служб, отвечающих за уборку снега, расскажем сегодня в рубрике «Инфраструктура». На борьбу со снегом этой зимой выйдут дополнительные 74 единицы специальной техники. Они были закуплены на средства городского бюджета и переданы в государственное предприятие «Алматы-Тазалык», которое отвечает за уборку большей части городской территории. Мы убираем всем районам, кроме Алтавского района, и то убираем. Мы Басандыский район убираем 100%. А если мы убираем Алмалинский, то мы убираем его всего лишь на 80%. Ну, Медевский мы процентов 60 убираем. Часть новых машин прошла боевое крещение уже в конце ноября, когда снегопад не затронул большую часть города, но осложнил движение на улицах выше проспекта Аль-Фараби. Во-первых, конечно, перед ожиданием снегопада. Мы всегда, зная прогноз погоды, мы оставляем всех на круглосуточном дежурстве. Все машины. Сегодня в городе шел дождь, хоть мы весь парк и держали, ничего не делали. Но выше Аль-Фараби мы занимались обработкой дорог, подметанием, сгребанием снега. Особенно вверху, по горной от Асфанова выше. Обработка, подметание и сгребание, вывоз снега – это три основных этапа той работы, которую мы с вами обычно обобщаем до выражения «уборка снега». Новая техника позволит ускорить работы по очистке улиц на всех этапах. Количество колонн поменялось, и думаю, что мы охватим и сократим сроки уборки снега по подметанию и сгребанию. Сократим, ну, на час-полтора сократим. Этап первый – это обработка улиц. Он стартует, как только снег начинает покрывать дороги и тротуары. Снег пошел, дороги обрабатываются. Если дороги не обрабатываются, то не закатаются, будет гололед. Обработали, только вот эта снежная масса каша замесилась, потом идет по подметанию и сгребанию. И если он не закончится, опять идет повторная обработка дороги. «Я понимаю, все хамостабилисты, они хотят, чтобы снег идет, и чтобы черный асфальт был. Но такого не бывает. Это зима». Основным материалом обработки алматинских улиц остается смесь мытого отсева и соли, которую везут в город Саральского моря. «Сейчас много применяют химических веществ. Хоть в Москве, хоть это. Они, правда, каждый год даже меняют. Хлористый кальций, четыреххлористый кальций, бешефит. Ну, бешефит тоже уже отошли от этого. Но цена, она почти в десятки дороже, чем то, что мы применяем». На смену песко-соляной смеси постепенно приходит соляной раствор. Его разбрасывают с помощью специальных агрегатов под названием «Эпока». «Это песко-разбрасочное оборудование, которое датирует именно 5 грамм, 10, 15, 20, не как российские машины, на глаз 200-300 грамм, а он именно устанавливается, датируется и обрабатывается дороже. Поэтому затраты в этом смысле вроде экономичнее или чаще можно обрабатывать. Без применения инертного материала». Второй этап работ – сгребание снега. В Алматы он начинается после обработки и когда снежный покров достигает высоты 5 сантиметров. «Если он выпал 1 сантиметр, ну давайте мы его подметем, сгребем, потом опять обработаем. Ну кому это нужно? Лишний, говорят, соль или лишний, говорят, отсек, смесь, который будет складываться на дороге». Собранный на улицах снег везут на снежные свалки, которые в каждом районе города определяют местные акиматы. «В основном снежные свалки – это котлованы, ну будем говорить, не заброшенные, а которые пока еще не началась стройка, в эти котлованы ввозим снег». Среди новой техники, которая этой зимой выйдет на городские улицы, не только вот такие зеброподобные гиганты или привычные КАМАЗы и тракторы, но и компактные пони. «Сезонная машина зимой может обрабатывать дороги, сгребать, может с накротором выкидывать или грузить машину. Летом она может пылесосить и может мыть дорожки. Именно комбинированная машина, у нее несколько видов оборудования, быстро съемок». Главный участок работ пони в черте города – это тротуары, пешеходные зоны и велодорожки. Одна из модификаций пони – П-5 – будет использоваться для работы в горах. «Это сейчас Чимбулак, если мы раньше обрабатывали дороги, будем говорить, у нас МАЗ там был, ГАЗ-66 и вручную разбрасывали, то сейчас эти три машины заменяют все. Они сразу сгребают снег и сразу посыпают, обрабатывают дороги. Поэтому там скорость уборки этой дороги сократилась почти на два часа. Да и потом там нет такого применения ручного труда, чтобы разбрасывать смесь или соль». Развитие массового спорта – одно из значимых направлений, обозначенных в программе «Алматы-2020» в рамках приоритета «Социально ориентированный город». Приход зимы – не преграда той работе, которая ведется в этом направлении. Во всех районах города открываются бесплатные круглосуточные катки для массовых катаний. Подробнее об этом далее в рубрике «Приоритеты». На ледовой арене катка «Медео» могут одновременно кататься до 3000 человек. Довольно много, но далеко не 30% горожан. А именно такая цель заложена в программу «Алматы-2020» – довести количество алматинцев, занятых физкультурой, до 30%. Это около 600 тысяч человек. «Да, у нас есть «Медео», которая пользуется большой популярностью у жителей города. Но в силу того, что территория города у нас увеличилась, количество увеличилось, уже просто физически не все люди могут поехать семьями отдохнуть на «Медео». При наших доходах стоимость на одного человека съездить на «Медео», вылиться это в районе 5000 тенге, ну, мне кажется, это дороговато. Чтобы свозить, например, семью из четверых человек, то есть отдать 20 тысяч за выходные, ну, это уже как-то накладно, мне кажется. Парк Первого Президента, проспект Джебельжолы, вокзал Алматы-1, Жандосово-Есауи, Центральный парк культуры и отдыха, верхняя сторона проспекта Аль-Фараби в районе Египетского университета. И еще две точки в Наур-Узбайском и Алатауском районах. В итоге 8 адресов в 8 районах города. При выборе мест для заливки катков доступность была важным, но не единственным критерием. Катки у нас рассчитаны на искусственную заморозку, то есть до плюс 10 градусов тепла. В этой связи нам необходимы были инженерные сети, то есть подключение электричеством, горячей водой, холодной водой, ну и плюс канализация. Холодильная установка, чиллер сзади, который меня находится, он подает хладоген, эффект теплых полок только в обратную сторону. Мы берем проточную воду, но потом, когда уже сам процесс катания начнется, мы будем обязательно использовать горячую воду, чтобы выравнивать лед, чтобы его заглаживать и все неровности на поверхности льда, чтобы они были идеально ровными. Лед заливают слоями, вода разбрызгивается по поверхности, схватывается под воздействием хладогена, поверх разбрызгивается следующий слой. При идеальных погодных условиях заливка одного катка занимает около пяти дней. Пилотному проекту по организации бесплатных катков в Алматы пришлось стартовать при не совсем благоприятной погоде, теплой и ясной. Поэтому заливали лед по ночам, а днем защищали его от солнца. Даже Медео при своем мощном оборудовании, там в действительности стоит очень мощное оборудование, даже Медео закрывают с 12 с часу до 3 часов, то есть 2-3 часа не обязательно закрывают, потому что именно солнечная радиация, она топит лед, из-за этого получаются прослойки воды. Рядом с каждой площадкой оборудованы павильоны. В них можно будет взять коньки на прокат, выпить чаю и перекусить. В зависимости от места размещения, размеры самих площадок могут немного варьироваться, но средняя их площадь составляет около 800 квадратных метров. На этом пространстве одновременно могут комфортно проводить время до 150 человек. В основном площадки 40 на 20, то есть именно вот такие площадки и большие размеры, они уже более комфортные для массового катания. То есть если меньше площадку делать, то, соответственно, уже там, во-первых, попускная способность резко падает, а во-вторых, ну, когда очень много народу на льду и маленькое пространство, это тоже достаточно некомфортно кататься. Максимум 150 человек единовременно будут находиться на катке, но доступ на эти катки будет круглосуточный. Единственное, что зоны проката и зона общепита у нас будут работать с 10 утра до 23 часов ночи. Срок работы катков будет зависеть от погоды. Организаторы рассчитывают, что условия позволят льду держаться до десятых чисел марта, а значит, у алматинцев будет возможность активно проводить время на протяжении ближайших трех месяцев. Есть огромное желание, чтобы наше население полюбило заново это все, начало массово заниматься именно зимними видами спорта, приведя ребенка на обычный каток, может, действительно, ему понравится, понравится его родителям, и в дальнейшем, может, действительно, получим какого-нибудь олимпийского чемпиона. Кстати, лед «Фабрики рекордов» этой зимой тоже станет доступнее. Городское управление физкультуры и спорта запустило на катке «Медео» программу по бесплатному обучению о замкатании на коньках. Заниматься этим будут 20 инструкторов. В этом году программа будет работать до 24 декабря, а потом возобновиться уже в 2018. Смотрите далее в тележурнале «Город для людей». Союз властей, архитекторов-энтузиастов и местных жителей для благоустройства микрорайона «Тастак». Поменять образ жизни людей, поменять самих людей. Чего Алматы производит больше – хлеба или шоколада? Среди продуктов, производство которых растет, есть шоколад и кондитерские изделия. Ташкент, Москва, Алматы. Какой город ближе актеру Азизу Бишиналиеву? Алматинцы – это горожане, которые следят за своим здоровьем и любят тусоваться. Как влияют друг на друга городская среда и сознание людей, которые ее населяют? Исследовать эту проблему герой сегодняшней рубрики «Люди для города» решил на примере микрорайона «Тастак». Одним из результатов этого исследования стал отказ от стереотипного представления о «Тастаке» как о неблагополучном районе. Я хочу понять город, и я хочу понять, как город менять к лучшему. И конкретно хочу менять не центр города, а именно понять, как улучшить жизнь людей на периферии. Марат Гаганин – архитектор и инициатор проекта по изучению общественных пространств микрорайона «Тастак». В выходной день, в свободное от основной работы время, группа молодых архитекторов опрашивает прохожих на новой аллее по улице Дуйсенова в микрорайоне «Тастак». Проект «Реорганизация аллеи» – это как раз от Оренского до Гайдара. Вот этот кусочек. Первый вопрос – нравится ли вам реорганизация аллеи? А есть такой вариант ответа – да, но можно было бы доработать. И все супер. Любимыми школьными предметами Марата были черчение и рисование. Это и определило выбор профессии. Все, что вы видите на улице – лестница, тротуар, забор, стекло, здание, крыша здания, контур, который описывает череда зданий. То есть это все архитектура. По мере профессионального роста Марат понял, что здание, как и любой другой элемент архитектуры, невозможно проектировать без учета среды, которая его окружает, и тех процессов, которые здание запускает своим присутствием в городе. И отсюда появилась мысль вообще изучать вот эти все процессы. То есть изучать самого простого. Нужно изучать город, как он живет. То есть набираться больше информации, изучение, отсюда исследование, анализ всего найденного и так далее. И потом уже совмещение это с эстетикой, и чтобы в конце концов уже получилась какая-то интересная вещь, которая помимо того, что будет красивой, эстетичной, она будет полезной, функциональной и будет менять город в лучшую сторону. Год назад Марат принял участие в изучении трех алматинских микрорайонов – орбиты, Тастака и Шанырака. То исследование носило больше социологически, нежели архитектурный характер. Но тогда именно Тастак больше всего привлек внимание Марата с архитектурной точки зрения. После первого знакомства с будущим объектом изучения, Марат понял, насколько неверно стереотипное представление о Тастаке. Как только я увидел первый его двор, насколько он зеленый, насколько он красивый, то есть по сути они там практически живут в парке. То есть там невероятное количество зелени. И летом, ну он тут очень красивый район. После октября-ноября, то есть вы можете увидеть истинное лицо Тастака. Когда вся листва спадает, тогда можно действительно анализировать уже именно инфраструктуру. Потому что не будет перебивать зелень эффект. Эффект зелени очень сильно прям прибавляет. Путь по разбитому асфальту до оптовки. Таким до недавних пор было единственное назначение пустыря по улице Дуйсенова. Благоустроенная аллея появилась на его месте этим летом. Марат и его соратники опросили жителей и спроектировали будущую аллею. Центр урбанистики помог наладить контакт с местными властями. Собственно, строительством занимался Акимат Алмалинского района. Но, как известно, нет предела к совершенству. Наше исследование заключается в том, чтобы взять территорию Тастака, исключить из изучения те территории, которые имеют функцию. То есть это дворы, это территории детских садиков, это дороги. И все, что останется с непонятной функцией, мы назвали это общественными пространствами. И уже это изучить. Выявить потенциалы этого и вообще понять, как это живет сейчас. И как это можно поменять с точки зрения архитектуры, чтобы качество района улучшилось. Уже сейчас, по сравнению с прошлым годом, количество людей на этой территории выросло в три раза. Начали формироваться первые сообщества. Мы увидели, что на скамейках сидят шахматисты, играют. То есть это уже... Мы к ним подошли, пообщались. И мы поняли, что там не два человека, а их на самом деле в районе намного больше. Они сказали, что там человек 10 точно есть. То есть это уже сообщество. Если у них появится беседочка, стол, если беседочка вместе, то уже человек 8 или 10. Если у них появится освещение, соответственно, это еще больше активирует их сообщество. И, может быть, еще больше людей вступят в это сообщество. В будни после окончания рабочего дня инициативная группа собирается, чтобы обсуждать результаты полевой работы и генерировать идеи по дальнейшему благоустройству ТОСТАКА. Результатом своей работы Марат видит некий документ с рекомендациями. Для него и его коллег это отличная практика. Ну а для жителей микрорайона дорожная карта по созданию более комфортных условий в ТОСТАКе. Поменять образ жизни людей, поменять самих людей. 98% потребителей и 2% активистов. Есть активисты, есть люди, которые во дворах там садики разбивают. Ну, чтобы количество вот этих процентов активистов стало больше. Не 2%, а 30%. Чтобы они начали сами свой район менять. Из 100 шоколадок, которые производятся в Казахстане, 56 выпускаются в Алматы. А также 84% кофе и чая и 85% компьютеров. По данным городского департамента статистики, доля промышленного производства Алматы в республиканском объеме держится на уровне 3,7%. Какой продукции город стал производить больше, а какой меньше? Об этом расскажем сегодня в рубрике «Алматы в цифрах». 583 миллиарда 884 миллиона тенге составил объем всей продукции, произведенной в Алматы за 9 месяцев этого года. По сравнению с тем же периодом 2016-го он вырос на 4%. Окна и двери, электрические трансформаторы и картонные коробки. Это топ-3 тех видов продукции, производства которой по сравнению с прошлым годом выросло больше остальных видов. 183 тысячи квадратных метров окон и дверей было произведено в Алматы за 9 месяцев этого года. По сравнению с прошлым годом это рост в 8 раз. 14 тысяч электротрансформаторов. Это рост в 4,5 раза. И, наконец, 11 миллионов килограммов картонной тары. Рост почти в 2,5 раза. Производство одной продукции растет, а другой падает. По сравнению с прошлым годом сократилось производство, например, мужской одежды примерно на 2 трети. Макарон на 60% и обуви на 20%. Но не будем о грустном. Среди продуктов, производства которых растет, есть шоколад и кондитерские изделия из шоколада и сахара. По сравнению с прошлым годом оно выросло почти на 29%. И за 9 месяцев этого года составило около 49 тысяч тонн. Кстати, это на 300 тонн больше, чем хлеба. Производство которого тоже выросло, но всего на 7%. Гостю сегодняшней рубрики «Пешком» довелось пожить и поработать в разных городах. Ташкент, Москва, Алматы. Какой город ему ближе и почему, узнаем прямо сейчас. С актером театра и кино Азизом Бишиноливым мы встречаемся в сквере на Тимирязево-Шашкино. Во-первых, я тут рядом живу. Вот мой дом через дорогу. А, прям вот этот, под солнцем сюда выходит, да? Очень удобно, когда на такси едешь, угол просто называешь, приезжаешь и уже дома. Вообще, в принципе, в Алмате это очень удобно. Называешь пересечение улиц вот так вот, и ты все, и ты приехал. Первая причина, ты живешь здесь рядом, и вторая, она есть. Ну, просто парк, это же здорово, смотри, потому что взгляд в городе должен все-таки отдыхать от этих коробок бетонных, каким бы красивыми они ни были. Я вот в Москве много лет жил на текстильщиках, а рядом парк Кузьминки. И когда мы с сыном там катались на велосипеде, иной раз возникало чувство, что еще и в лесу в каком-то. Алматы, когда ты приехал сюда впервые, и с чего для тебя город начинался, с каких мест, локаций? Ну, «Казахфильм». Это был февраль 98-го, да, я приехал сюда в первый раз и жил в микрорайоне «Казахфильм». А потом мы очень быстро уехали в Чунджу. Снимали там, потом вернулись, а я очень сильно заболел, у меня было двустороннее воспаление. То есть тогда… Такого знакомства не состоялось. Да, во время первого моего пребывания в городе, а потом уже второе мое знакомство с городом началось. На контрасте вообще, это был уже кочевник. То есть ты же тогда уже, наверное, как-то больше, да, с городом взаимодействовал? Ну, конечно, плюс это было лето, ты же понимаешь, какая разница еще с февралем. Вот. И тогда я понял, что вот теперь я вижу город. Вот теперь я его узнаю по-настоящему. Теперь уже есть за что его любить. Поэтому то, что я сюда переехал жить 20-й год назад, ну, для меня это не было таким прямо вот, знаешь, переезд, миграция. Да нет, просто я тут вот был довольно много и часто, все чаще, чаще и чаще, а потом как-то раз так перетек сюда, естественно, путем. Вот почему я здесь себя чувствую, при том, что я раньше никогда не жил, почему я чувствую себя здесь, ну, практически как дома, потому что здесь люди больше похожи на вот, на людей, которые были в Ташкенте тогда, тогда я жил там. Ну, если сравнивать с Москвой, ты понимаешь? Ну, да, да, да. И вот еще о контрасте городов. В двухмиллионной Алмате, ну, примерно, да, плюс-люшим? Ну, да. Караоке-баров и фитнес-клубов я увидел сразу больше, чем вот за все годы своей жизни в 20-ти примерно миллионной Москве, и велосипедистов и бегунов я тоже в Москве столько не видел. Это да, это вот последний год все эти зеленые казенные велосипеды, но до этого же люди на своих ездили. И когда едешь на съемки в сторону Медео, а люди бегут туда, в горы, пожилые, пенсионеры с этими шведскими палками, и у меня первое впечатление, алматинцы – это горожане, которые следят за своим здоровьем и любят тусоваться. Но для этого надо еще и хорошо зарабатывать. Ну, да. Азиз, спасибо большое за интересную прогулку, за то, что ты открыл мне этот парк, за интересную беседу, за интересные наблюдения. Было здорово, приятно пообщаться. Гулять я люблю. Все, счастливо. Пока. Всего доброго. Ходите пешком почаще, открывайте для себя город, набирайтесь новых впечатлений, ведь именно они делают нашу жизнь более яркой. Вы смотрели тележурнал «Город для людей». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова